День в день, час в час, минута в минуту, радио. Болтком. Голова предмет тёмный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Ещё раз добрый день, уважаемые слушатели. Диагноз недели, в нашей студии появляется врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Такая непростая, я понимаю, сегодня тема будет. Не просто цена жизни, человеческой жизни в современном мире, но и связано это со швейцарской капсулой для самоубийства. Да. Ну, понятие «эвтаназия» давно уже в этом мире знакомо и прижилось. Большинство стран её приняло, не все, но, в общем-то, во многих штатах Америки, в Канаде, во многих странах Европы, в Австралии и так далее, это уже легализовано. Пионером, по-моему, была Голландия, где было легализовано впервые. Что такое «эвтаназия»? Это, по возможности, безболезненный уход человека из жизни, обычный, когда он чем-то неизлечимо болен, и эта болезнь причиняет ему страдания. «Эвтаназия» бывает пассивная и активная. Пассивная – это совсем понятно, когда человек лежит тоже на каких-то бессознаниях, подключённых к аппаратам жизнеобеспечения, но перспектив никаких выздоровления нет, и это подтверждает консилиум врачей по желанию или по согласию родственников или опекунов, его отключают от этих систем, и он, ничего не чувствуя, уходит в небытие. Активная «эвтаназия», когда человеку по его просьбе вводят какие-то препараты, которые помогают ему быстро и безболезненно умереть. Каковы до сих пор для этого были условия? Если человек подаёт заявление на «эвтаназию», собирается консилиум врачей, туда входят специалисты по тому заболеванию, которым он страдает, туда входит обязательно психиатр, и люди должны вынести заключение. Во-первых, у человека нет никаких шансов на выздоровление, то, что его состояние действительно создаёт ему невыносимые постоянные мучения, и то, что его желание умереть не вызвано, скажем, депрессии, которую можно вылечить, и желание жить человеку возвращается. По-моему, сколько-то лет назад, я не поручусь точно в каком году и стране, но была ситуация, когда женщина, страдающая тяжелейшей депрессией, так называемой резистентной депрессией, которая не поддавалась лечению препаратами, испытывала невыносимые мучения. Именно от депрессии, да? Именно от депрессии, да. То есть, она жила в отчаянии, было всё хуже и хуже. Ну, по крайней мере, где-то я в этом читал. И ей тоже дали право на эвтаназию. То есть, странно, даже без заболевания, хотя, казалось бы... Ну, депрессия – это заболевание. Заболевание, действительно, тяжёлая клиническая депрессия, это очень мучительное состояние. Ну, я там не был, я подозреваю, что, наверное, должны быть очень веские основания и наблюдения, и история болезни, и заключения врачей для того, чтобы такое решение принять. И я думаю, что, ну, наверное, вообще тяжело находиться в составе комиссии, которые принимают подобные решения. И уж тем более тяжело быть тем, кто как-то участвует в этом процессе. Насколько я знаю, есть моменты, где врач вводит какой-то препарат, или есть моменты, где пациенту предоставляется возможность самому что-то принять для того, чтобы прервать свою жизнь. На тему эвтаназии идёт, конечно, и до сих пор множество дискуссий. Есть страны, где это недопустимо по религиозным соображениям. А, по-моему, ведь все религии осуждают самоубийство. Ну, вот, во всяком случае... Ну, скажем так, авраамические религии точно осуждают. Насколько я понимаю, и в исламе, и в буддизме, и в христианстве... В исламе, и в иудаизме, и в христианстве это осуждаемо. А в буддизме, насколько я понимаю, это неосуждаемо. Там вообще другое отношение к смерти. Если мы помним, вот во Вьетнаме было самосожжение буддийского монаха в знак протеста против происходящего в стране. То есть, там немножко другое отношение к жизни и смерти, в принципе. Ну, поскольку, если в авраамических религиях есть дальше страшный суд и так далее, то поскольку буддизм подразумевает многочисленные перерождения и новые-новые жизни, наверное, там есть какие-то религиозные основания по-другому к этому относиться. Пересел с одного поезда на другой, не дожидаясь конечной. Ну да, я не знаток тонкости в этом вопросе. Ну, тем не менее, даже и в, ну, наверное, в обществе всегда какое-то было осуждение все-таки. Ну, во всяком случае, семья там всегда как-то переживала не просто даже смерть человека, но и какое-то общественное порицание, осуждение, что вот они не смогли удержать его от этого шага, они, может быть, были виновниками этого? Зависит от общества опять. Во-первых, мы помним Японию и самураев, где самоубийство считалось на каком-то этапе наиболее достойным уходом из жизни, способом сохранить свою честь, честь своей семьи и так далее. Во-вторых, мы помним, что при всём влиянии христианства множество историй, когда офицеры, которые считали себя, или дворяне считавшиеся оскорблёнными, но не в состоянии получить удовлетворение через дуэль, стрелялись, потому что не могли жить опозоренными. То есть пострадавшая честь для них была страшнее, чем адские муки после смерти, если верить тому, что обещают. Хотя даже можно вспомнить, я почему-то сразу вспомнил фильм «Хлуб самоубийц» или «Приключения титулованной особы», который считается фильмом «Приключения принца Флоризеля», хотя название оригинальное, вот такое более длинное, вычурное. Там как раз, я помню сцену, когда спрашивает герой Олега Даля, зачем, почему, и там называют самые какие-то безумные причины ухода из жизни, там проигрыш в карты, там ещё какие-то, просто скучно. И он говорит, да, это как ни странно, но самое, вот этому я даже больше склонен верить, чем было-то ни было. Кстати, о российской армии была история в XIX веке, по-моему, в конце XIX века. В какой-то полк приехал великий князь, и чем-то ему не понравилось происходящее, он очень грубо отозвался о полке, о его офицерах и так далее, и так далее. Вызвать великого князя на дуэль никто права не имеет. Кто-то из офицеров потребовал от него извинений, и великий князь отказался извиняться, и офицер покончил с собой, поставил записку о том, почему он это делает. Следующий офицер потребовал извинений, великий князь отказался извиняться, и офицер тоже покончил с собой. То есть, по-моему, на втором или на третьем офицере великий князь всё-таки вынужден был извиниться перед полком. То есть, защита чести своей, чести своего полка с помощью самоубийства оказалась тоже была достаточно мощным инструментом. Но вернемся к теме, заявленной изначально. Что-то появилось очень новое в этой теме. Гражданин Австралии, а ныне живущий, по-моему, в Швейцарии, доктор, сейчас уточню, доктор Ницшке. Он выступает за то, что он называет демократизацией смерти. То есть, он считает, что каждый человек должен иметь право уйти из жизни наиболее безболезненным способом при минимальном участии в этом врачей. Он разработал некую капсулу, в которую человек помещается, и там он нажимает на некие кнопки, и в воздухе, который находится в капсуле, повышается количество кислого газа, а количество кислорода снижается до 1%. И, как он, по крайней мере, обещает, в течение 30 секунд человек испытывает некую приятную эйфорию, потом он теряет сознание, а потом в течение минут 5 умирает. Что во всей этой истории очень настораживает? Значит, по мнению Ницшки, это должно быть... Вообще, эти капсулы распечатаны на 3D-принтере. То есть, получить их в итоге должно быть не так уж сложно. Эту капсулу человек может покончить с собой, использовать эту капсулу в какой-нибудь клинике, но точно так же он может заказать её на дом. По той информации, что есть в интернете. Изначально Ницшки предположил, что в комиссии не нужен психиатр, а кандидат на автаназию должен просто, общаясь с искусственным интеллектом, заполнить определённую анкету, ответить на набор вопросов и получить разрешение. А в идеале, по мнению Ницшки, там вообще не должны присутствовать никакие врачи. Это, в общем-то, считается, что дело человека, его собственная жизнь, и он так и поступает, как ему приятно. Опять же, имея дело, заполняя какие-то анкеты в интернете. Мне, когда я о всей этой истории думал, приходят на ум несколько вещей. Во-первых, ну, будем откровенны, это не эвтаназия, это фактически способ самоубийства для любого желающего. И, как человек, работающий в психиатрии, я точно знаю, что есть люди, которые в состоянии депрессии, в состоянии мучительных переживаний, всерьёз помышляют самоубийством. И точно так же я знаю, что люди, проходящие специализированное лечение, возвращаются к нормальному настроению и, в общем-то, рады, что остались в живых. То есть, убирая из всей этой схемы психиатра и включая общение просто с искусственным интеллектом, мы даём человеку возможность, во-первых, давать те ответы, которые он считает подходящими, чтобы получить добро. Во-вторых, вообще убираем человеческий фактор. То есть, если не психиатр, да пусть никакие другие врачи в этом не участвуют, а участвует общение человека с компьютером, с компьютерной системой, кто что-то может дать объективное заключение, что, возможно, человек излечим, возможно, его мучения, неважно душевные или физические, могут быть скомпенсированы, могут быть изменены, что всё может быть не так плохо. То есть, фактически мы таким способом лишаем человека даже возможности изменить что-то к лучшему. Это его субъективная оценка, субъективное желание. И мы, конечно, можем сказать, что это право каждого человека, что это право на выбор между жизнью и смертью. То есть, это красивые слова обычно употребляют люди, как мне кажется, которые или сами не стояли в такой ситуации, или их близкие не были в такой ситуации. Мне как-то раз довелось видеть человека, который перерезал себе вены, лёжа в ванне. К счастью, он вовремя из этой ванны выбрался, успел как-то доползти, вызвать соседей, вызвали скорую. Но это очень неприятное зрелище. Когда у человека, ты видишь, что у него бескровленное лицо, он у тебя много крови. И этот человек, явно сделав это, немедленно пожалел об этом, что попытался спастись. И я думаю, что это достаточно типичная ситуация. Решение, принимаемое импульсивно. Решение, принимаемое из-за тяжелой жизненной ситуации. Решение, принимаемое. Потому что в этот момент тебе кажется, что весь мир ужасен, что и близкие люди тебе далеки, и ты, возможно, даже хочешь их как-то наказать. Вот я, кстати, сразу подумал о подростковой депрессии, поскольку это самый сложный возраст. И часто, ну вот мы все знаем эту историю с синим китом, который пытался сподвигнуть подростков. И очень много ведь писали о том, что произведение «Страдание молодого Вертера», в свою очередь, подтолкнуло молодых людей по Европе, закончив жизнь самоубийством из-за несчастной любви или просто подражая герою романа. Хотя, кажется, часто с опытом жизненным приходит, что, господи, ну да, это будут страдания, но дальше будет жизнь, которая будет наполнена другими очень интересными переживаниями. «Страдание Вертера» – начало XX века, потому что в России был очень декаданс, очень популярен, вот эти ощущения, что покончить с собой нечто возвышенное и благородное были. Есть известный пример, когда, по-моему, в XIX веке некий японский драматург написал пьесу, пьесу, где влюблённые, которые не могут быть вместе, совершают парное самоубийство где-то на берегу моря, и по Японии проходилась волна парных самоубийств, потому что вот эта подброшенная идея, что, оказывается, так можно, и в этом есть некий романтический флёр и какое-то оправдание для себя, это очень заразительная штука, как показывает история. Что ещё в этой истории, мне кажется, странно? Вот это вот подчёркивание, что смерть очень приятна, по сути. То есть, по идее, вот как что говорят, ты испытаешь лёгкую эйфорию, тебе будет очень приятно, потом ты заснёшь и умрёшь. Вот это превращение смерти в лёгкое эйфоричное приключение, что-то в этом есть очень неправильный, на мой взгляд. Во-первых, смерть – это какой-то очень важный момент в жизни человека. Вот этот переход, который, тем более, если ты совершаешь его осознанно, превращать его в лёгкое эйфорическое состояние, то есть что-то очень неправильное. Смерть, я очень люблю нынешний термин обесценивания, он такой затасканный, но смерть, даже не побоюсь сказать громко слово «таинство», она обесценивается, она превращается в лёгкую прогулочку. И что в этом, на самом деле, мне кажется, неправильно? Фактически человек перестаёт всерьёз относиться к смерти. Когда умереть, это значит лечь в капсулу, набрать, пообщаться с искусственным интеллектом, получить какие-то ответы и нажать на кнопочку и умереть, смерть превращается в некую обыденную повседневность. То есть смерть, когда смерть становится чем-то настолько простым и лёгким, обратная сторона этого – это мы перестаём воспринимать всерьёз свою смерть, и в обществе мы совершенно по-другому относимся к своей жизни. Вот, кстати, об эйфории. Не случайно самураи кончали жизнь очень мучительным способом. Это вот вспарывание себе живота – это было болезненно, мучительно, это предчерк должен сохранять достоинство, написать пресмертное стихотворение. В конце, когда живота была распород, кто-то отрубал, назывался, по-моему, кайсяку, назывался секундант, который отрубал голову, чтобы прекратить эти окончательные мучения. А здесь смерть что-то другое. Вот, лёгкое – это вот, мне кажется, здесь такая вещь, когда человек перестаёт ценить жизнь и начинает относиться очень легко и обыденно к своей смерти, я думаю, беда в том, что тогда вообще обесценивается понятие жизни и смерти. И этот человек так же легко начинает относиться и к чужой жизни и смерти. То есть, если для тебя твоя собственная смерть – это лёгкое эйфорическое приключение, то, по идее, ты и чужую жизнь не очень ценишь. У нас же всегда это очень процесс двусторонний, так как мы относимся к чужим жизням и смертям, к своей тоже обычно мы относимся. Вот террористы-смертники, те, которые уничтожают людей, но при этом они готовы умереть сами, обычно тоже не самым лёгким и приятным способом. И каким станет мир, в котором уход из жизни – лёгкое приключение, и как эти люди относятся к чужим жизням и смертям – это очень интересный вопрос. У нас звонок? Да, у нас даже обе линии мигают. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос будет. Вот, Гасанин Рядник Мартов, вот если вынести за скобки, ну, вот в этой теме психопатических тех личностей и молодёжь, которая в силу возраста ещё не понимает, что такое жизнь, и вот, значит, вспомнить успешных людей, ушедших из жизни, ну, я так, навскидку, там, Есенин, Маяковский, ну, много знаменитых людей, имеющих всё – славу, деньги, значит, популярность, ну, всё-всё-всё. То есть, всё-таки, как вы считаете, в принципе, даже ваше мнение я предвижу, предосвещаю, вот если суммировать всю историю, известную вам, люди, уходящие добровольные из жизни, это люди слабовольные или, наоборот, это люди с сильной волей? То есть, всё-таки, это, значит, выбор вот этот, он, человек, значит, его обдумывает, собирается, решается? Или это… Ну, вы поняли мой вопрос, спасибо. Я понял ваш вопрос. Хочется, вот я до сих пор наизусть помню, по-моему, Есенинскую предсмертную записку. До свидания, друг мой, до свидания, милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой, без руки и слова, не грусти и не печаль бровей. В этой жизни умирать не ново, ну и жить, конечно, не новей. Я думаю, что здесь вообще не идёт речь о силе воли или о слабости воли. Кто-то говорит, что это трусость и слабость уйти из жизни, кто-то говорит, что это требует силы. Я думаю, что умереть очень страшно. Я думаю, что человек, который совершает самоубийство, трудно обвинить в трусости. Возможно, иногда люди это делают из страха каких-то последствий. Но вот этот страх, страх последствий, припомню, есть люди, которые, и это многократно повторялось, когда человек, бизнесмен, у него впереди банкротство, на него накатывает страшная депрессия. У него возникает ощущение, что сейчас из-за меня будут страдать моя жена и дети, они будут голодать, будут унижены, они будут выброшены на улицу. Поэтому он убивает и жену, и детей, и потом кончает жизнь самоубийством. Возможно, им двигает страх, но называть его трусом у меня бы не повернулся язык. В секрете объяснения о Маяковском, ну, наверное, надо хорошо почитать их биографии, их творчество и понимать, в каком состоянии они находились на тот момент. Я думаю, вопрос больше или меньше обострённой эмоциональности, чувствительности и так далее. Поэтому я бы вообще, как бы сказать, вынес за скобки вопрос силы, слабости, трусости, смелости. Маяковский ведь сначала написал как раз такие стихи на есенинские строки, а, в принципе, потом повторил его судьбу спустя шесть лет, ну, чуть меньше, там, пять с половиной. Ну, я думаю, желание смерти, которое приходит к людям, это очень страшный опыт. Кстати, говоря о начале XX века, по-моему, Брюсов написал, в то времена это было более-менее модно и возвышенно, потому что над каждым подростком в какой-то момент витает демон самоубийства. Поэтому, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. У нас ещё сразу, может быть, один звонок примем. Здравствуйте. 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 Вот я хотел задать вам такой вопрос, доктор. Вот психиатрия, она такая наука, что часто не может помочь людям, больным в частности, а исковеркать судьбу запросто. В связи с этим два вопроса. Первое, вы помните историю немецкого пилота, который направил самолёт на арпу и сам погиб у всех. Почему вот эти знаменитые немецкие психиатры не могли этого предвидеть и определить? Я считаю, что это беспомощность науки. И второе, люди, заболевающие психическими заболеваниями, которые подозревают, они боятся идти к врачам. Вот это военные, полицейские, охранники простые. Если он там зайдёт, останется след, ему оружие не дадут. Вот. И третье, значит, полиция дорожная, как-то я читал в интернете, сказала, что мы будем следить за лекарствами, которые потребляют водители, и будем, значит, их наказывать. Вот так вот. Объясните, пожалуйста, на два вопроса. Я просто хочу сразу сказать, что первый и второй, по-моему, противоречат друг другу. Потому что, с одной стороны, вот человек говорит о том, что психиатрическая наука бессильна, чтобы выявить потенциальных самоубийств. А с другой стороны, эти потенциальные самоубийцы не боятся приходить к психиатрам, потому что понимают, что их разоблачат и выявят симптомы. Это очень интересно, уважаемый слушатель, как вы сурово судите немецких психиатров. Хочется спросить, а вы когда-нибудь отвечали за чужую жизнь, за чужую здоровье? У вас лежала такая ответственность? Сколько вы себе представляете, что это такое врач, который отвечает за чье-то здоровье, за чье-то будущее? Какая ответственность лежит? И то, что случаются такие вещи, как с немецким пилотом, это не значит, что психиатрия беспомощна. Психиатрия, как вообще, медицина, ею занимаются не боги. Но я думаю, что если бы психиатрии не было, то количество самоубийств и так далее было бы в десятки раз выше. Поэтому я бы на вашем месте не спешил осуждать, поскольку вы в этом отношении неопытные, не очень компетентные, я подозреваю. Как и большинство людей, не имеющих отношения к медицине. По поводу этого пилота, очевидно, как вы сам сказали, люди не хотят идти к врачам. И если у человека нет видимых признаков психоза, которые очевидны для окружающих, так бывает. Если это мысль, которая возревает в нем внутри, и он ни с кем ими не делится, то никто и не в состоянии понять, что произошло. Увы, и это было, есть и будет так же, как никто не в состоянии вычислить серийных убийц сразу, так как никто не в состоянии вычислить тех, кто идут, не знаю, в школу или куда-то и совершают массовые убийства. Всегда, увы, есть риск, мир несовершений. Или можем себе представить, что мы поселимся в каком-нибудь антиутопии, в жестком тоталитарном мире, где каждый человек будет находиться на постоянном контроле, проходить психологические тесты, и каждый его шаг, слово и движение будут находиться под микроскопом и изучаться. Вы хотели бы жить в таком мире? Я, скорее всего, нет. Так, на чём ты нас остановили? Да вот, я тоже потерял немножко эмоцию. Хорошо, пойдём дальше. Значит, это вот то, что называется, демократизация смерти. То есть, словом «демократия» у большинства людей связаны какие-то положительные эмоции. Это воля народа, это правление народа, это воля изъявления большинства и так далее. Вот демократизация смерти, она чем-то мне напоминает, когда в перестроечные времена вдруг приняли решение, что директора завода избирают рабочие. Которые, наверное, не очень понимают, что такое управление заводом, что такое, что это за механизмы, в принципе, это уровень ответственности. Вот мне кажется, демократизация смерти, когда человек любой, в любом состоянии будет решать, жить ему или нет, и даже ни с кем не советуясь, это какая-то анархия в отношениях со смертью. Исчезают любые регулирующие механизмы. Я повторяю еще раз, что если возможность убить себя легким, приятным способом появляется у множества людей, которые при медицинском контроле и помощи могли бы жить долгие годы, я не говорю о том, что они теряют свою жизнь, я говорю еще и о том, что, и это проверено опытом, когда в семье кто-то совершает самоубийство, это многолетняя травма для остальных членов семьи. Они в общем-то с чувством вины живут весь остаток жизни, даже если в общем-то ни в чем не виноваты. Дальше что-то интересно, это то, что врачи подменяются искусственным интеллектом. Из этого убирается человеческий фактор, из этого убирается какой-то душевный, эмоциональный подход. И вот здесь, мне кажется, я бы употребил такое выражение. Есть такое слово «дегуманизация», то есть обесчеловечивание. Процесс самоубийства, отношения к смерти становится обесчеловеченным, бесчеловечным. В итоге это решение, которое принимает искусственный интеллект на основании введенной информации. Мы убираем любые другие факторы. Мы убираем возможность для человека поговорить, неважно, с психологом, с психиатром, может даже со священником, с кем угодно. Это все решает машина. И вот это обесчеловечивание, бесчеловечность ухода из жизни, без, как бы сказать, бездушность, безэмоциональность. Такие вот сухие слова приходят на ум. И я еще раз хочу вернуться к этому вопросу. Если человек бездушно, безэмоционально, и общество, позволяющее ему это сделать, тоже бездушно, безэмоционально, то нам не стоит удивляться, что появятся снова, снова люди, которые точно так же бездушны, безэмоционально относятся к чужим жизням. Моя жизнь ничего не стоит, и твоя жизнь ничего не стоит. Все те же террористы-самоубийцы. Я отрицаю свою жизнь, и я отрицаю твою жизнь. Ну вот и момент какого-то человеческого общения. Ведь многие говорят о том, что в решении самоубийцы уйти из жизни есть и элемент, ну не то чтобы игры, но желание привлечь внимание, желание, чтобы решить какие-то проблемы, вот именно, может быть, привлекая внимание к себе. Недаром в фильме, ну в первой серии «Смертельное оружие» мы видим, ну там сведено это более такой комедийной, конечно, ситуации, когда потенциальный самоубийцин хочет на крыше спрыгнуть, и вот этот герой Мэла Гибсона, который, потеряв там семью, смертельное оружие, он тоже начинает говорить, я тоже хочу покончить жизнь самоубийством, давай-ка, пристегивает его к себе, говорит, сейчас мы прыгнем вместе. И вдруг тот человек начинает метаться, и, в общем, когда его начинают на других условиях принуждать к этому, в нём он начинает кричать, вы кого ко мне привели, это не переговорчик, это какой-то потенциальный псих. И, ну, ситуация, которая должна, конечно, вызвать смех у зрителя, но, тем не менее, мы видим и понимаем, что, очевидно, этот человек, ну, всё-таки не совсем, может быть, не до конца хотел покончить жизнь самоубийством, и, скорее, ждал какого-то внимания к своей персоне, решения, может быть, каких-то проблем, когда он чувствовал себя одиноким. Точно так же вот у Паула Куэлли есть же очень интересная книга «Вероника хочет умереть», где девушка попадает в психиатрическую клинику после неудачной попытки самоубийства, и там ей вдруг ставят диагноз, что она, ну, неизлечимо больна. И тогда вдруг, ну, казалось бы, вот, пожалуйста, сама судьба тебе даёт шанс, она вдруг, ну, вот, проходя этот курс лечения, там, в финале, ну, не буду спойлерить, но смысл в том, что она как раз-таки хочет жить, когда вот она понимает, что она умрёт от этой болезни. — Вспомню героя Мэла Гибсона, у него, насколько я помню, умерла жена, и он с самого начала первого фильма, в принципе, вот, одолевают те самые демоны самоубийства, он пытается застрелиться, не решается, и, насколько я понимаю, то, что ему помогает остаться в живых, это его работа, это дружба с его напарником, то, что он стал частью семьи своего напарника и так далее. То есть, вот, что же такое, конечно, кино, боевик, но прям тоже какие-то весы, где балансируют человеческое желание жизни и смерти. Неоднократно упоминали, что в передачах есть, тоже называется, психоанализа, эрос и тонатос. Эрос – это когда в человеке доминирует энергия либидо, энергия созидательная, и тонатос – энергия смерти, энергия разрушительная. То есть, люди, в которых преобладает тонатос, они выбирают самые разные способы саморазрушения. Наверное, на баланс этого всего всё-таки можно воздействовать с помощью психотерапии, с помощью просто личных контактов и близости с людьми и так далее. Поэтому, мне кажется, низведение смерти до лёгкого, банального, обыденного процесса – оно крайне пагубно для человечества в целом и для каждого из нас в отдельности. Для каждого из нас в отдельности. Потому что вот эти минуты тяжёлые, минуты отчаяния, когда что-то происходит ужасное в своей жизни, и мысль посещает многих. Я часто слышал формулировку. Ну, не то, чтобы я вот уже планировал умереть, но я в этом подумывал, и, может, я был бы не против умереть. И если бы я умер, я бы сейчас не жалел об этом. Вот это вот тонкий-тонкий баланс. Если на одну чашу весов может лечь швейцарская капсула с ощущением полуминутной эйфории перед смертью, она может перевесить, потому что люди думают. Я это тоже слышал. А если я, допустим, выброшусь из окна, вдруг я станусь инвалидом просто, или ещё что-то. А когда тебе обещают лёгкую, быструю, приятную смерть по твоему капризу, мне кажется, это во многих случаях может сыграть дурную роль. Если наша цивилизация начнёт потихоньку выбирать себе всё больше пути лёгкого ухода из жизни, то, наверное, наша цивилизация будет постепенно сменена другой цивилизацией, другими народами, другой культурой, которые больше ценят эту самую жизнь и возможность ею пользоваться. Что же, Рельфи Двизник Мартов, врач-психиатр-психотерапевт, программа «Диагноз недели». Спасибо за внимание и до встречи в следующий понедельник. Всего доброго. И слушайте радиоболтку.